В следующем году исполняется 100 лет со дня мученической кончины последнего российского императора и всей его семьи. К этой дате была приурочена межрегиональная научно-практическая конференция «Урал в судьбе Романовых», состоявшаяся в Екатеринбурге. Организатором научного форума выступил Уральский государственный экономический университет. Мне задавали немало вопросов, а зачем в экономическом университете проходит столь сложная конференция, в большей степени воспринимаемая как конференция исторического плана. Именно у нас в экономическом университете, в главном хозяйственном вузе Урала-Сибирского региона, я хочу, чтобы студенты, магистранты, аспиранты и, конечно же, наши преподаватели вникали во всю глубину прошедших исторических событий. Это очень важно. Тем более, что все это связано с православием. Это не может быть отделено от истории государства. Стержнем Российской империи, Российского советского государства, современного и России, нравственным стержнем было и остается православие. Открылась конференция презентации нескольких выставок, посвященных эпохе правления императора Николая Александровича. В экспозиции «Урал в правлении Николая II» были представлены редкие экспонаты из музея истории города Екатеринбурга. Литографические портреты императора и императрицы, монеты царской России, предметы быта горожан и редкие книги, выпущенные трехсотлетию дома Романовых и многие другие интересные документы эпохи. В уральских архивах достаточно много документов хранится. Я имею в виду не только Свердловская область, я имею в виду весь Урал. Это и Тюменская область, и Курганская, и Челябинская область, и Пермский край, и Оренбургская область. Документов, связанных с пребыванием на Урале членов императорской фамилии, членов императорской семьи. На пленарном заседании прозвучали приветственные слова представителей церкви, государственной власти, ведущих историков и представителей научных институтов. После пленарного заседания конференция распределилась на несколько тематических секций. Если мы внимательно посмотрим, то очень многие риски и проблемы, которые были характерны и для царской России, и для позднесоветского периода, они воспроизводятся и сегодня. И вот здесь главное извлечь нужные и важные уроки из истории и понять, что многие проблемы могут быть решены, как сказал наш президент, не революционным, очень затратным и жертвенным путем, а путем эволюционным. Но для этого необходимо очень глубокое понимание своей собственной истории. И вот данная сегодняшняя конференция, она как раз служила этой высокой благородной цели.